Как правило, современный человек дышит очень часто, и такое частое дыхание сокращает жизнь. Человеку с рождения дано определенное количество вдохов и выдохов. Если он контролирует прану, контролирует через дыхание, через правильное мышление, преодоление стрессов югическим способом, а не каким-то химическим, то тогда он долго живет и способен сделать свою жизнь более совершенной. Наше тело является храмом, храмом высокого присутствия. Это то, что мы с собой носим всегда, и то, в чем мы находимся все время. Крия — это действие самой йоги высокого пути, которое позволяет человеку понять этот космический закон. Есть три важных аспекта, благодаря которым человек живет в этой жизни, обычный человек. Первый, общеизвестный и достаточно приятный — это питание, еда. Второй — это вода. И третий — это дыхание. И человек без еды может жить много дней. Без воды он также может жить много дней, но не больше сорока, тридцати, в зависимости от его уровня подготовки и так далее. В среднем это три, пять, семь дней. Это край для некоторых. А без дыхания человек не может жить, обычный человек даже и минуту нормально жить не может. Минутка-полторы, и он задыхаться начинает. Это говорит о том, что дыхание имеет наиболее высокую форму воздействия на наше сознание и человеческое тело. Поэтому дыхание — более универсальный способ трансформации. И когда мы занимаемся изучением медитации на дыхании, мы берем под контроль очень много функций, начиная с ума, заканчивая всеми остальными частями тела. Потому что дыхание связано абсолютно со всеми элементами этого тела. Дыхание связано непосредственно с праной. Каким образом дыхание связано с праной? Дело в том, что если мы дышим кислородом и думаем о том, что мы в зависимости от кислорода находимся, мы теряем все остальное. А когда человек занимается изучением медитации на дыхании, он понимает, что в конечном итоге. Теоретически сначала, но в конечном итоге он начинает переживать, что оказывается он не зависит от кислорода совсем. Он находится в некой зависимости сначала от жизненной силы праны. Если представить воздушный шарик, то кислород – это стенки шарика, а содержимое шарика – это прана. Вот такой принцип. Когда мы изучаем дыхание, мы, изучая свое тело, гораздо быстрее, получив знания о теле, гораздо быстрее берем под контроль то, что называется ум. Или то, что называется праной в конечном итоге. Правильное дыхание. Является способом быть здоровым. Например, когда человек дышит грудью, что мужчина, что женщина, они теряют огромное количество сил. Они не получают должного количества энергии. Почему? Потому что не работает диафрагма. Когда нисходящий поток свыше опускается вниз, диафрагма должна перевести его вниз, до живота, образно говоря. Тогда живот должен быть надут. Это вдох правильный. Когда мы сокращаем мышцы живота, мы выдыхаем, живот втягивается внутрь себя. Таким образом, опано, восходящий поток, соединяется с нисходящим. И человек получает достаточное количество элементов астрального значения. Значит, значение. Или же эти элементы, скажем так, трансформируясь в микроэлементы, образуют тело, поддерживают его и питают. Потому что мы все получаем из пространства. Этим занимается дыхание. Если мы хотим познать мир, познать свое тело, мы должны познать его через правильное дыхание. Как минимум, это правильное дыхание дает здоровье. Но если человек занимается практикой йоги, то, соответственно, ему нужно понять, что правильное дыхание приводит к правильной циркуляции энергии, к восприятию этого тела, к успокоению этого тела, к возможности направить в любую часть тела энергию, внимание и оздоровить его. В 42 криях, кстати говоря, есть очень много интересных форм дыхания, которые мы используем. С этим мы используем еще и внимание. Поэтому пранаяма, как таковая, начинается с обучения человека правильному дыханию. Но пранаяма не является дыхательной функцией только. Люди ошибочно думают, что пранаяма — это дыхание. Это только элемент пранаямы. Пранаяма — это возможность управления космической силой. Пранаяма — это возможность управления жизненной силой праной. Пранаяма – это возможность управления энергетическими каналами, вплоть до физического. Вот что такое настоящая пранаяма. Считается, что прана – это прана, а яма – это контроль удержания. Да, так тоже можно рассмотреть, но я рассматриваю обычно по-другому. Есть еще другой расклад – это пранаяма. Я уже говорил об этом много раз. Где пран – это прана, а яма – это возможности восприятия этой энергии и качества этих энергий. Поэтому те пранаямы, о которых мы говорим в крия-йоге, это скорее остановка дыхания и удержания, и трансформация, и познание жизненной силы праны или космической энергии, нежели просто дыхание. Дыхание можно выполнить, мы его и так выполняем – 21 600 раз в сутки человек делает вдох и выдох. И если человек так дышит, он быстро умирает – 60, 70, 80 с учетом нагрузки. Как правило, современный человек дышит очень часто, и такое частое дыхание сокращает жизнь. Мы не доживаем до века, о котором мечтают все. И если человек дышит меньше, то есть не специально, а его физиология изменилась, то такой человек живет дольше. Потому что его прана не рассеивается. Частое дыхание – это рассеивание праны. И человеку с рождения дано определенное количество вдохов и выдохов. Если он контролирует прану, контролирует через дыхание, через правильное мышление, через правильное питание, через, скажем так, преодоление стрессов йогическим способом, а не каким-то химическим, то тогда он долго живет и способен сделать свою жизнь более совершенную. Вот почему нужно изучать такую науку, как дыхание. Организм очень целый. Если мы правильно используем дыхание, то оно позволяет человеку приобрести очень хорошее устойчивое состояние, сознание в этом теле, и тело будет тоже здоровым. Это продление жизни, как минимум. Это увеличение сил, это приток жизненной силы, это направление, скажем так, энергии в сторону творчества. Все участие в этом, во всем принимает дыхание. И самое главное дыхание, его остановка, это путь к бессмертию. Успокаивается ум, успокаивается дыхание, успокаивается дыхание, успокаивается ум. Все это элементы праны, пранаямы. В этом пространстве существует только один элемент, это абсолют. Все, что мы видим в этом пространстве, то есть его проявление. Так выражен закон. Если люди изучают веды или космический закон, веды, кстати, это не религия, чтобы вы понимали, это космический закон. А крия – это действие на пути к достижению единства с этим космическим законом. То есть ведические знания непосредственно заложены в самой крия. Поэтому я говорю, что крия – это не крия-йога. Есть прана-йога, есть лая-йога, есть какие-то другие виды йоги. Нет. Крия – это действие самой йоги высокого пути, которое позволяет человеку понять этот космический закон. И вот мы, понимая это все, знаем, что есть абсолют, который это все создал. Об этом сейчас ученые говорят. Каким образом мы можем познать его? Как мы можем приблизить себя к этому счастью? Каждый человек мечтает о счастье. Мы это можем сделать через понимание того, что абсолют есть звук и свет. И поэтому у нас есть медитация на звук, изначальный звук, который удерживает в себе или самим собой все творение, в том числе и наши тела и нас, вообще в целом людей, мир, миры. Этим занимается этот звук. Его люди знают как аум или ом. В религиях это аминь или аман, оаман и так далее. Поэтому, когда мы понимаем, что это есть, что это из себя представляет, да, что это звук, этот изначальный звук, конечно же мы медитируем на него. Медитация на звук является самой важной медитацией вообще во всех системах. Какие бы они ни были, все равно вам придется встретиться лицом к лицу, как говорят, с этой вибрацией. Для того, чтобы добиться самореализации, нужно войти в этот звук. Этот звук должен вибрировать в нас. Мы должны услышать его. Мы должны познать его, потому что вибрация эта высокочастотная, высочайшая частота. Это и сам абсолют, сам творец. Если мы стремимся к этому единству, то мы познаем самого творца через звук и свет. Вот о чем речь. И опять же повторю, это не религиозный путь. Это духовная практика, практика трансформации. Поэтому здесь мы, используя медитацию на звук, входим в духовное переживание единства с этой высочайшей вибрацией. И наше сознание преобразуется, наше тело преобразуется, потому что меняется сознание на клеточном уровне. Об этом мастера говорили по-разному, но все говорят одно и то же, что требуется настойчивая практика медитации на звук, дабы этот звук мы услышали, затем приняли, а затем стали этим. И вот Крия-ситх Патанджали, он сказал, «Мне одновременно смешно и грустно видеть, как люди поют ом. Его не надо петь, он говорил, его надо слышать, его надо слушать и нужно им стать». И человек, который, медитируя на звук, становится этим звуком, он получает освобождение. Такой человек называется джванмукти или джванмукта. То есть, это человек, который получил освобождение через единство со Творцом, который выразил себя как космический, вечный, неизменный, вибрирующий Творец в виде звука аум, в котором присутствует все абсолютное, все миры. Он является основанием для всех миру. В индийской музыке в рагах есть звук, основополагающий, главный, вокруг которого выстраивается вся рага. Шрутти называют его. Этот звук и есть изначальный звук. То есть, это намек на изначальный звук. Звук Творца, звук того, кто сотворил миры. То есть, он вибрирует в этом. Медитация на звук не так легко дается, требуется настойчивость. И, может быть, это отчасти мимолетно сразу происходит, а затем он теряется, исчезает. Но тогда человеку понятно, ради чего он практикует. Либо человек просто понимает, что это очень важно, движется и на пути к этому он мудреет. Потому что так сама конструкция тела устроена, что когда вы медитируете на звук, вы мудреете. Благодаря тому, что есть особое положение тела и концентрация тела. Концентрация на теле, на центрах, концентрация в целом и настойчивое практикование этой медитации, это внутренняя работа. Человек сначала начинает слышать какие-то внешние звуки, звуки этого тела, этого сознания, образно говоря, на физическом плане. Затем он погружается на эфирный уровень, входит в эфирную составляющую, в которой начинает слышать более тонкое звучание пространственной вибрации, энергетические звучания, можно сказать. Звучание этой энергии более тонкого плана. Наше тело тоже энергия, только это материально выраженная энергия, есть более тонкое. Но и через какое-то время он начинает слышать астральное звучание. В йоге есть восемь чудесных звуков, которые даются в учебниках по йоге, в раджа-йоге, где в целом человек может услышать тот или иной звук. Может быть жужжание пчелы, может быть колокол, барабан, может быть молния, фон определенный, колокольчики и так далее, шум воды, возможно треск огня иногда бывает. А есть звуки, которые выходят за пределы понимания. Обычно почему человек говорит, что это жужжание пчелы? Потому что он уже слышал это жужжание от пчелы, и это что-то ему напоминает. И тогда он говорит, пчелы летают, как будто бы. Но в реальности это астральное звучание. Мы стараемся не давать каких-то стереотипов этому всему, не навешивать ярлыки, как говорят. Просто воспринимаем эти звуки, потому что любой звук, любой оттенок его тембры несут в себе знания о пространстве астрального плана, физического плана, эфирного и высоких планов. Наступает момент, когда человек уходит все глубже и глубже в безграничное вибрационное нечто, откуда получает знания. Эта техника позволяет человеку стать мудрым хотя бы потому, что на пути к этому, получая вибрацию, получает информацию о тех планах, с которыми взаимодействует. Вот в чем красота этого всего. И, конечно же, наступает момент, когда он должен будет исчезнуть в пустоте, ничего не содержащей, ничто не образующей, так называемое, всенаполняющее, но пустота. И там глубоко он встречается с тем изначальным, что является основой. Я сейчас немножечко приоткрыл так называемые сакральные знания крия-йоги, где на семинаре мы это все изучаем. Почему у людей не возникает сразу отклика на запрос? Почему люди не могут получить ответ на их просьбы, обращенные к Высшему? Потому что у них нет силы концентрации такой, какая необходима для того, чтобы это быстро произошло. Вот когда мы медитируем на звук, мы увеличиваем силу концентрации, потому что меняется сознание и сокращается дистанция между Высшим и нами, между Творцом и нами. Это очень быстро происходит. Теперь медитация на свет. Она практически точно такая же, как на звук, только мы здесь воспринимаем второй аспект Абсолюта — это свет, вибрация в виде света. Мы пронизываем себя этим светом. Есть такое понятие в крии, как медитация на свет, которое выражено как амрит-крия. Амрит-крия — это получение этого высочайшего нектара в виде вибрации света, преобразующего сознание и сознание каждой клетки. Мы практикуем медитацию на свет для того, чтобы увидеть его в виде ярчайшего излучения безусловной любви, в виде мощнейшего вибрационного звучания этой безусловной любви — это медитация на звук. И потом все это соединяется воедино, и тогда человек видит, общаясь с ним, и слышит, общаясь с ним. А самое главное, он понимает, что ему дает Святой Дух. Либо трансцендентная сила, либо то, что называется Аади-шакти, изначальная энергия, которая является совершенной самосознающей.